Сегодня в Царь идёт война всех против всех. Население одной из беднейших стран Африки живёт в политическом и социальном хаосе уже несколько лет. В конфликте участвуют более 14 военизированных группировок, многие из которых называют себя преемниками военно-политического союза Селики. Объединив разрозненные мусульманские племена, Селика пришла к власти в 2013-м, но вскоре распалась на фракции. Население начало вооружаться самостоятельно и формировать отряды самообороны. После чего гражданская война возобновилась с новой силой. По словам представителя миссии ООН в Центрально-Африканской республике, голубые каски нередко подвергаются атакам со стороны различных незаконных вооружённых формирований. Здесь ситуация довольно напряжённая, поэтому у нас на постоянной основе вооружённая миссия ООН. В её составе более 12 тысяч солдат и ещё 2 тысячи военных полицейских. Правительство страны контролирует не более 20% её территории, а государственные силы безопасности и армия малочисленны. Люди боятся вступать в их ряды. Джозеф Бедуми, глава Центрально-Африканской лиги по правам человека, находящийся в городе Банги, утверждает, автомобиль с российскими журналистами Арханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко остановили на блокпосту и предупредили об опасности продолжать путь в район Декуа. Однако они проигнорировали это и направились дальше. Журналисты искали лагерь российских частных военных компаний, которые работают в ЦАР. У Кремля есть разрешение Совбеза ООН импортировать оружие в эту страну и обучать армию. Мы знаем, что Совет Безопасности предоставил России разрешение на поставку оружия в Центрально-Африканскую республику. Они уполномочены обучать вооруженные силы Центральной Африки. Они сформировали два батальона. Сегодня стало известно, что Российский Следственный комитет намерен отправить группу специалистов в Центрально-Африканскую республику для расследования убийства трех российских журналистов. Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.